всем огромный привет дорогие друзья у меня сегодня видео по запросам как-то не очень удачно я сняла вот изготовление квадратной бусины было много запросов поэтому я решила снять как плести квадратную бусину но буду показывать на бусинах не на бисере вот как здесь потому что очень мелко и может быть плохо видно поэтому сегодня буду показывать плетение квадратной бусины из бусин кому интересно кто просил оставайтесь на канале и первое что я хочу объяснить вот эти бусинки они выполнены размером 3 на 3 то есть три квадрата на 3 вот и почему у меня тут нет перехода я плела этот переход плела квадрат 2 на 2 но я его не могла пропустить через мемори проволоку почему потому что когда плетешь вот я такие буду показывать на светлом фоне из темных бусин надеюсь будет видно я вот плела 2 на 2 квадрат и смотрите если плести вот так то середина бусин середина вот этого квадрата выпадает на бусину сейчас я вам покажу вот конечно иголка проходит вот видите в середине там бусинка и поэтому эта бусинка она не проходит через мемори проволоку вернее если плести из бусин она наверно пройдет а если плести из бисера то не проходит у меня здесь самая тонкая проволока 06 даже она не прошла но хотя если плести например если собрать на ювелирный тросик возможно и пройдет поэтому думайте сами вообще можно сделать с переходом если вы сможете пропустить вот я поэтому сплела вот на бусине 2 на 2 вот чтобы вам показать что вот середина выпадает на бусину а если плести три на три вот я половину уже сплела видите середина выпадает на вот этот промежуток между бусинами вот видите какое какое большое пространство даже на бисере это пространство видно то есть легко проходят memory проволока вот поэтому у меня здесь нет перехода вот что я хотела объяснить теперь буду показывать вот на таких бусинках 3 на 3 миллиметра вот одну половинку я сплела нам нужно плести две вот такие половинки давайте приступим набираем 4 бусинки спускаем на другой конец лески я плела на леске можно плести на мононити это зависит от ваших бусин но если он плести из бисера то лучше на мононити теперь нужно пройти по всей вот этой длине еще раз так и завязываем вот что у меня получается здесь завязываем узелок я оставляю сантиметров 15 чтобы потом можно было спрятать так я взяла тут леску 02 потому что бусинки вообще леской конечно не очень удобно вот первый квадратик у нас так вот у меня рабочий конец лески значит проходим через следующую бусинку вот и набираем 3 бусины набрали 3 бусины проходим с обратной вот у меня леска с обратной стороны той же бусинки вот так проходим вот у нас второй квадрат получился вот леска проходим дальше вот у нас основание вот это вот проходим по основанию через следующую бусинку прямо по кругу вот я поворачиваю теперь уже набираем мы две бусинки набрали 2 теперь вот леска проходим вот через эти две бусины так у нас уже вторая сторона готова когда мы поднимем это будут вот такие две стенки ну я пока вот так разложу опять поворачиваю и по основанию вот леску тоже видно да проходим через следующую бусинку и опять набираем две бусинку набрали две бусины вот у нас леска проходим через вот эти две так у нас уже три стенки готовы так бывает же так можно сейчас уже немножко натянуть вот что у нас получается поворачиваемся опять и здесь проходим мы по основанию вот у нас основание вот и мы сразу поднимаемся по вот очень трудно кстати это показать вот я повернула сейчас поднимаемся вот по этой стенки и здесь у нас уже так как четвертая сторона не хватает только одной бусинки набираем эту одну бусинку вот одна и спускаемся по вот этой стороне вот спустились и сейчас делаем круг по основанию проходим и вот по этой стенке поднимаемся и у нас все четыре стенки готовы хорошенько натяните этот хвостик нам так и будет мешать скоро мы уберем вот теперь смотрите вот эта вершина она не собрана по этому кругу нужно пройти я прохожу раза два просто в холостую нужно пройти делать круг так ну вот вы поняли я еще один круг сделаю смотрите у нас получился такой квадрат со всех сторон вот такие вот крестики я удалила хвостик пропетляла и отрезала теперь давайте будем строить следующий квадрат вышли из этой бусины набираем три штуки бусин ну или бисера вот смотрите три штуки первый раз набираем и проходим с обратной стороны бусинки вот у нас получается второй крестик вот он теперь по основанию идем на одну бусину вперед набираем две бусины набрали две бусины проходим через вот эти две вот так вот вторая стенка у нас уже прямо встала видите дальше по основанию идем на одну бусину вперед опять набираем две бусины ну получается мы первый раз набираем три потом два раза по две бусины набираем и в последний раз набираем одну вот две вот смотрите вот так проходим вот у нас три стенки тут построились видите вот леска проходим по основанию вот сразу можно конечно давайте вот так покажу по основанию пройдем когда бисером плетешь можно сразу подняться одним движением и теперь поднимаемся вот по этой стенке здесь у нас не хватает одной бусины набираем эту одну вот одна бусина и начинаем спускаться вот поэтому краю спускаемся и в итоге здесь получается у нас тоже вот квадрат видите сейчас делаем круг значит по основанию проходим сначала все рыхло это потом соберется нужно натягивать хорошо поднимаемся наверх вот и теперь нужно собрать верхушку видите здесь бусины они такие вот разгулялись их надо собрать вот делаем круг я делаю два круга ну чтобы бусинка была такая более твердая вот и вот так в одном ряду я плела три квадрата вот я сейчас плету еще один квадрат я думаю как плести эти квадраты вы же уже поняли вот здесь два квадрата так вот она да чтобы было три вот три квадрата сейчас плету еще один и мы продолжим вот я сплела три квадрата и смотрите если вы ни разу никогда не плели квадратный жгут для того чтобы научиться вы сначала плетите вот прямо вот такую цепочку она нам все равно здесь понадобится видите это вот такая прямая цепочка здесь идет потом когда вы уже научитесь можете приступить плести квадрат потому что квадрат все-таки плести сложнее там с поворотами вот теперь давайте дальше вот я уже укрепила это место теперь нам нужно повернуться я держу вот так вот у меня леска выходит из этой бусинки так поворачиваю работу и прохожу следующую бусину теперь уже основанием будет у нас вот этот квадрат вот и будем его расшивать первым делом набираем всегда три бусины но это как бы не всегда но вот в данном случае три бусины сейчас я наберу три бусины набрала проходим с обратной стороны когда у нас основа в середине там не 3 надо будет поэтому вот понятно да и по основанию проходим вперед вот так и набираем два бисера набрала две бусинки вот они и теперь смотрите вот я вот так разложу проходим вот по этим бусинкам делаю поворот так и прохожу по бусинке основание вперед на одну бусину дальше набираем две бусинки вот я набрала и проходим вот по этой стенке и по основанию вот так надеюсь видно так вот у нас три стенки поворачиваемся вот что у нас пока происходит тут по основанию проходим вот и образуем так прошли по основанию и поднимаемся вот по этой стенке и сейчас набираем здесь одну бусинку потому что именно одной здесь не хватает набрали одну спускаемся по этой стенке мы тоже делаем круг вот так по основанию проходим и поднимаемся теперь по верхнему квадрату вот у нас вверх вот эти бусинки нужно собрать значит по этому кругу проходим несколько раз делаем два круга вот смотрите что у нас получается вот я вышла леской здесь теперь нам нужно перейти на следующий уровень вот леска давайте вот с этого края покажу нужно пройти вот через эти две бусинки вот так поверну через эту бусинку проходим и через вот эту и здесь у нас не хватает двух бусин вот набираем две бусинку вот когда бусинку квадрат в середине видите не три нужно набирать а две две бусины набрали и сейчас по этим же бусинкам еще раз вот по этой и по этой можно сразу захватить их и у нас тут получится квадрат вот видите вот эта стенка выстроилась сейчас работу поворачиваем и проходим по основанию основание у нас вот здесь видно так и здесь набираем тоже две бусины потому что не хватает только двух набираем эти две бусинки так очень трудно у меня проходит так две бусины набрали вот у меня леска выходят здесь сейчас проходим через эту бусину и вот так видно да так сделали эту стенку поворачиваемся вот что здесь у нас здесь не хватает одной бусины проходим по основанию можно сразу подняться вот так набираем одну бусинку одну и делаем круг одна бусинка сюда сядет для этого спускаемся вот по этой стенке вот она сюда села но нужно делать еще вот так проходим по основанию прошли поднимаемся вот так вот и наверху тоже проходим несколько кругов вот здесь вот что у нас получилось сейчас еще один такой квадрат нужно выполнить точно так же вот девочки вот леска спускаемся по этой стенке и по основанию можно сразу пройти это вот так если с края посмотреть вот так нужно пройти точно также вы можете еще раз посмотреть вот последний момент и точно также здесь не хватает двух бусин я не буду наверное это уже снимать потому что точно также как 2 плетется потому что слишком длинное видео вот я сплела и у нас получается квадрат со сторонами 2 на 3 а нам надо 3 на 3 то есть еще одну ступень нужно здесь построить вот у меня несколько резко выходят здесь теперь у нас с краю набираем 3 бисера 3 бусинки вот я набрала с обратной стороны то есть точно так же как вторую ступень сейчас плетем третью ступень наверное тоже не буду показывать потому что точно также плетется вот так вот теперь набираем 2 бисера 2 бусины вот и точно так же давайте сплетем самостоятельно в общем 3 на 3 чтобы у нас был такой кубик квадрат вот у меня эта деталь готова 3 на 3 таких деталей нужно 2 вот сейчас мы будем сшивать для этого нужно вот так вот их сложить вот у меня леска выходят здесь из этого бисера когда говорю бисер когда бусину уже запуталась вот так вместе нужно их сложить вот у меня леска здесь не хватает для одной стороны бусинки сейчас набираем одну бусину сейчас будем просто их сшивать добавляя где нужно бусины вот одна бусина вот леска здесь выходят и как бы для квадрата вот здесь одной бусины не хватает вы сейчас увидите вот эта бусина вот сюда легла видите ну как бы такой шахматный узор у нас получается здесь опять набираем одну бусинку и проходим сейчас вот леска видны и нет и проходим вот так и нужно конечно же это все укрепить то есть еще два раза я пройду видите получается тоже квадратик сейчас по этому кругу нужно раза два пройти я выполнила два круга вот у меня леска выходят из этой бусинки вот из этой теперь здесь нам тоже нужно образовать квадратик проходим вперед по вот этой бусине вот так здесь у нас для квадрата как вы видите не хватает тоже одной бусинки набираем одну бусину уходим вот в эту стенку и у нас эта бусинка ляжет там где нужно вот видите вот это же делаем круг вот по этим четырем бусинкам делаем два круга выполнили круг теперь двигаемся вперед вот у меня леска здесь выходят идем вперед здесь тоже не хватает одной бусинки набираем этот один бисер бусины и уходе вот сюда вот это же получается здесь квадрат видите мы вот так вот опять идем несколько кругов делаем вот так вот допустим прошли мы два круга вышли через бусину сейчас но лучше сделать еще один круг чтобы было более плотно и теперь уже видите вот так поворачиваемся и каждую грань вот таким образом расшиваем вот у меня леска опять уходим в эту бусину вперед здесь не хватает одной бусинки всегда будем по одной сейчас набирать вот одна бусинка уходим вот сюда ну как бы недостающие бусинки вот так вот ставим образуем тоже такие квадратики я думаю это все понятно уже так ведь ну вот у меня уже последняя сторона и смотрите в последней стороне когда вы уже сплели но здесь даже бусинку не нужно вставлять но все равно все элементы нужно воедино собрать поэтому хотя бы в холостую вот этот последний квадрат нужно пройти чтобы укрепить и вот получается у нас такой кубик вот можно детям игрушки сплести да из каких-нибудь акриловых бусин можно взять бусины 4 миллиметра 6 вот такая вот красота получается но из бисера вы уже видели что получается вокруг этого все это сложилось вот надеюсь в этот раз было понятно если нет я дико извиняюсь может быть я сейчас только подумала надо было фон взять темные бусины светлые ну вот в этот раз так ну ладно девочки видео и так затянулось я всех благодарю за просмотр и всем желаю успехов надеюсь у вас все получится и до следующего видео пока пока пока